Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багеры. Сегодня мы будем сажать папоротник. Папоротники все сажаются одинаково, требуют одинаковых условий, практически одинаковых. Есть какие-то нюансы, но практически одинаковые условия, те, которые в саду растут. Есть более зимостойкие, есть менее в этом отличии. Есть те, кто лучше переносит солнышко, есть кто любит совсем тень. Но вот на примере одного из папоротников будем с ними разбираться. Итак, это вот мне попался очень красивый экземпляр. Это Адиантум. Это Адиантум стоповидный. Это из папоротников, растущих в саду, один из самых красивых. Значит, этот вид растет до 60 сантиметров. Вот я вот так покажу вам. У него высокие черные такие глянцевые блестящие черешки и потом такие вот веерообразные листики. Название Адиантум в переводе, если разделить это слово на два, в переводе оно будет означать несмачиваемый. Это потому, что его листья не смачиваются водой. Вода всегда стекает. Вот так вот капельки стекают с них. Это очень красиво всегда. Так как все папоротники практически требуют один и тот же подход к посадке, то вот на его примере мы рассмотрим все остальные. Значит, они очень любят затененные места. То есть есть папоротники, которые на солнышке лучше будут, но не все виды. Этот выдерживает легкую полутень. У меня они растут под черешней. Сбоку, сейчас покажу. Сбоку вот у соседей вот это будет большая декоративная трава до метра 50. Моих Асмантиумы, которые по боку до 90 сантиметров. То есть с запада он будет у меня практически закрыт всегда. А с юга немножко будет солнышко. Но так как под черешней, черешня растет. В общем, я думаю, ему будет здесь хорошо. По крайней мере, вот этот растет уже который год и ему хорошо. Почва у меня здесь плодородная, хорошая. Для черешни было подготовлено. Плюс много посадок. Поэтому довольно рыхлая плодородная почва. Как раз то, что любят папоротники. Все папоротники. Все папоротники любят слабокислую почву. Поэтому, когда мы сажаем, немножечко добавляем торф. А так, в принципе, листовая земля, немножко торфа им будет хорошо. Вот ямку я заранее выкопала. И мы его сажаем. Когда растения купили, то смотрим, убираем, если что-то есть сухое. Вырезаем, достаем из горшка. В принципе, ничего с ним особого делать не надо. Выбираем стороной, какая нам нравится. И аккуратненько сажаем. Этот вид папоротника выдерживает до минус 30 зимой. Без укрытия. То есть можно его замульчировать листвой. Немножечко торфом сверху, именно на зиму прикрыть. Так как у меня под черешни, тут листва всегда останется на зиму. Поэтому ему будет здесь хорошо. Так как вот и соседу уже испробовала на соседе. Это будет хорошо. Так что немножко земли из пакета с торфом я добавила. И немножечко прикрываем вот этой. То есть я сделала им расстояние. Этот больше вширь растет. Этот вот таким образом. Будет рядышком сочетаться. Значит, что обязательно еще сделать. Они любят не болото, как могло бы показаться в тени и так далее. То есть когда сильно-сильно много воды залив им не нужен. Но умеренная влажность нужна. И поэтому в таких случаях лучше всего мульчировать такие посадки. Поэтому корой можно немножечко хвойные опад добавить при посадке. Можно торф. Им будет хорошо. Они оценят дождевание или легкое опрыскивание. Особенно, когда только посадили. Умеренный полив. Поливается дерево. Грунт здесь хороший, плодородный. Они это любят. Будут разрастаться хорошо. На зиму все эти веточки подсохнут. Мы их срежем. Или можем не срезать. Оставить они сами останутся. Весной срежем. Это уже по желанию. Тут нет особых, что обязательно срезать или не обязательно. Замульчировали немножко торфом или листвой. И все будет хорошо. Так что вот один из вариантов. Один из самых красивых. И действительно, одиантумы не все. То есть то, что этот растет на улице и зимует, это не значит, что все зимуют. Есть одиантумы, которые зимуют только в комнате. Это комнатные растения. В наших климатах. Но вот этот выдерживает до минус 35. И очень интересный и красивый вид. А так сажаем все. Все сажаем по этой схеме. Так что тут ничего такого. Разновидностей нет. Еще этот вид можно сажать, не боясь, не надо его ограничивать. То есть он не даст побеги где-то в стороне. Он будет расти кочкой, скажем так. Он не будет давать побеги. Так что такие можно не ограничивать. Когда он просто перерос в то, что нам нужно, мы его выкопали, поделили и рассадили в разные места. Все. Вот такая красота будет у меня в саду. Подписывайтесь на канал. Удачи!